Привет всем! Вот так вот нестандартно начинается у нас весенний-летний тест-драйв Armourider. Я решил изменить передатку для того, чтобы увеличить нашу максималку. Изначально здесь стоит 57 спур и 15 пиньон, то есть 57 зубцов здесь, 15 здесь. Мы получаем некую максималку, скажем так, небольшую. Для того, чтобы нам увеличить максимальную скорость, мы уменьшаем спур до 54, это все из комплекта, и увеличиваем пиньон до 17 зубцов. То есть, это как относится к любому автомобилю, чтобы увеличить максималку, мы делаем меньше спур, больше пиньон. Для того, чтобы уменьшить максималку и увеличить тягу с низов, мы делаем больше спур, меньше пиньон. Вот. Соответственно, в таком исполнении, большой спур, ой, маленький спур и большой пиньон, у нас увеличивается нагрузка на мотор. У нас тяга с низов становится хуже, но увеличивается максимальная скорость. Вот. Это мы сейчас и замерим на 2-3s. Поэтому сейчас вот это все выкручиваем и ставим другой комплект. В общем, все готово. Настраивается все здесь очень просто. То есть, ну, зазор знаете, как выставлять. Слипер-сцепление настраивается легко. То есть, затягиваем сначала полностью максимум по часовой, да, и потом на полтора оборота назад. Ну, это вот так стандартно можно сделать и ездить. То есть, такая, даже заводская также идет. Теперь остается нам все дело закрыть крышечкой, чтобы туда ничего не впадало. И можно гнать, но на самом деле вот здесь есть преупреждение такое. Сейчас, секундочку. Вот так вот. Нам пишут, что при данном передачном отношении происходит, как бы, ну, я говорю, нагрузка на мотор будет большая, да, и нам не рекомендуют использовать оффроуд, либо какие-то загружать, короче, мотор, вот старт-стоп, короче, вот так не гонять. Это приведет к перегреву мотора или контроллера, и будет повреждено. Вот. Но на самом деле я согласен. То есть, перегреваться будет по оффроуду, наверное, на двух банках. Надо аккуратненько поездить, посмотреть. Ну, а максималку в любом случае будем замерять на этой передатке. Погнали! Сначала замерим на двух баночках. Все, спутники пойманы. 2С, 4400, 40 или 50С, там, не помню. Нормальный аккумуляторчик, он не супер старый, не супер новый. Так, плавненько тронемся, и газ в пол потом, потому что задний привод, сами понимаете. Очень хорошо идет так плавненько и тихо. И в обратную сторону еще разочек для закрепления материала. 55 по-любому. Вообще. Ой. Тормоза, а не задние. Да, только задние тормоза. Так. И это тут. 2С, 63. Так, значит, 3С, 4000 мАч, 30С. Такой, знаете, аккумуляторчик, конечно, не очень мне нравится. Что-то колесо нормально переднее. А то сейчас тут отлетит нормально. Ну, посмотрим сейчас, как поедет. Нужно стартовать очень-очень плавно, думаю, и постепенно набирать всю скорость даже дальше. Все-таки, блин. И я думаю, она может взлететь. А, нет, смотри-ка, не взлетает. Теоретически, я думаю, замерил. Еще обратно для закрепления. Ну, хорошо держит прямую. А-а-а-а! О-о-о-о! Блин! Я думал, сейчас улечу туда. Неплохо. Я думаю, километров 80 должна идти. Так. Закрепил сюда вовнутрь, чтобы, если что, при краше, никуда не улетел. 83. Ну, нормально. У меня есть еще одна идея. Попробуем преодолеть сотку на ней. У меня есть пиньончик большой, но, к сожалению, нету спура. То есть, пиньон 20 зубцов, по-моему, вместо 17 поставлю. Но спура нету меньше, к сожалению. Вот спура, если найду что-нибудь, то можно вообще будет на ней жарить. Либо 4С. Надо думать. Но 83. В принципе, неплохо, но что-то на картинках они пишут другие цифры. Давай. Раз, два, три. Вот это арма валит. Короче, немного неудачно. Я поездил по асфальту и практически вот здесь по центру стер в ноль обе задние резины. Короче, поэтому зацепы сейчас нету. И я, наверное, сейчас их поменяю. Попробую так потащить. Но ни о чем. Ни о чем. Попробую. Попробую так. Не, в общем резина слишком лысая, чтобы на ней хоть как-то ездить по бездорожью. Вот это райдер. Смотрите, задняя резина стала такой же узкой, как и передняя. Ну, посмотрим на зацеп. На зацеп, в принципе, здесь у нас песок, поэтому должно быть все хорошо. Я думаю, все отлично просто. Видите, да? То есть появляется нормальная резина на задней оси, есть хороший зацеп и тачка начинает нормально управляться, она начинает нормально ездить по прямой, ну скажем так, да? Ее не носят сразу в стороны, как это было на лысой штатной резине. Асфальт нам не нужен на наших лопатах. Звук, звук, хотите вы слышите по асфальту? Звук, звук, звук. Прикольный. Но не буду ездить. Сотрется еще в ноль. Был приклеен. Перевернуть же надо, нету такой смакса-то. Показываю вам, что такой лопаты в их стихии. Еще разок, но поплавнее. Блин, какое-то взялось дерево, от не было. И немного кривой поверхности, плюс немного сыроватой, но на такой-то резине вообще без разницы. Слушай, вот прям я даже не чувствую, что тачка заднеприводная. Зацеп моментальный и держит хорошо прямую, без какого-либо гироскопа и прочей ерунды. Давай потрамплиним. О! Психованная тачка. Закончилась психованная тачка. Офига себе вылетел. Кость просто вылетела. И все. Максимум. Ах ты! Вот он, минус. То, что тачка не управляется. Пофиг, нажалки, тормоз нет. Что-то случилось. Не, в общем, в целом все нормально. В общем, моторама здесь крепится вот на этом винтике. Плюс с этой стороны еще закручен. И вот этот открутился и стал чертить абспур с той стороны. И зазор мне не понравился. Может тоже мотор сместился после всех покатушек. Но сейчас выставил новый зазорчик. Более лучше, потому что был очень плотно почему-то. Еще раз. Убийственный трамплин. Что-то как-то криво понесло. Тачка достаточно маленькая и чувствует все вот эти бугорки. Офиг. Опять что ли? Выкрутился. Офиг. Офиг. Что вообще? Нажал ты тормоз? Не нажал тормоз? Вообще не контролируется. Но у нас цель какая? Проверить ее прочность. Поэтому мы выходим напрямую, нажимаем полный газ и трамплин. Понятно, что зад тяжелее и тачку постоянно вниз несет задом. Полный газ, полный газ, полный газ, полный газ. Сальтуха. О, сломал. Ну наконец-то, наконец-то. Все. Друзья мои, вот доказано. Смотрите, костяшку не забудем, да? Здесь валяется. Доказано, что прочность металла у армы не очень. Очень напоминает какой-то Китай. Ну смотрите. Замечу, на улице плюс пятнадцать, плюс пятнадцать. То есть металл теплый, не замерзший, как минус десять, минус пятнадцать. Трамплин не супер большой был. Падение прямо на колесо согласен, но тачка не супер тяжелая, понимаете? Это же не восьмой масштаб. И в этом, здесь где резьба идет, соответственно, там металл тоньше всего получается у нас. И в этом месте обломился. Обломилась наша тяга. И, соответственно, покатушки наши закончены. И дальше мы никуда не можем ехать. И все. Вот такая вот вам Arma Rider. Ну что, небольшой вывод об арме, скажем так, весенней эксплуатации. Тачка начинает валить только когда вы ставите на заднюю ось нормальную резину. В принципе, относится это к любому заднему приводу. Если будет плохая резина, то будет таскать ее при полном газе, как эту. Управляемость ни о чем будет. Ставим нормальную резину, и тогда мы получаем хорошую управляемость. И уже менее заметно, что тачка заднеприводная. Потом, конечно, это вылезает, и мы все это дело понимаем. Да, многие скажут, что, конечно же, на баги восьмого масштаба не надо башить там. Но, друзья мои, не у всех есть трек, да? То есть, кто-то покупает себе багу, нравится баги, но где ездить? Ну, где-то вот по бездорожью. Трамплин, ну, всем захочется прыгнуть на трамплине. Да и на треке тоже есть трамплины. Вот, поэтому прочность, ну, не доказана. Не каждая модель одинакова, скажем так, по качеству, да? И у одного и того же производителя бывает. То есть, у меня, на самом деле, я понял бы, сломался бы рычаг. Понял бы, там шток погнуло, не знаю, пластиковый корпус с амортизатора, крышка слетела. Но металлическая тяга, это, конечно, очень круто ломается при, скажем так, небольшом башинге. Вот, это, конечно, да. В общем, если у вас есть 250 баксов, вы хотите задний привод и багу, то, в принципе, можно рассматривать нормальный производитель, скажем так, да? Бесколлекторная система, влагозащита в стоке, можно гонять и можно быстро гонять. То есть, при определенном передачном отношении. Вот, из минусов. То, что здесь есть, это мне очень не нравится. Вот, пока сейчас гонял, все, аккумуляторный. Это, естественно, отсек аккумуляторный. Ну, снизу это, на самом деле, идиотизм его делать. Ну, может быть, другой возможности не было. То есть, что на лосе, это монстры десятого масштаба, что здесь, это мне не очень нравится. Начинает здесь забиваться, потом это грязь. Сейчас сухая погода, чуть-чуть будет грязно, так и все, руки все испачкаете. Вот, это, конечно, минус. Но, в принципе, корочку не надо снимать. Минус, все равно минус, лучше корку снять, короче. Вот, охлаждение. Если используете передачное ношение, скажем так, какое у меня, да? То, ну, три банки Arma сама не рекомендует ставить, естественно. Ну, и двух S реально хватает. Но охлаждение на мотор мы не можем поставить. То есть, да, есть специфичное охлаждение, то есть, с выносом вентилятора. Но из-за всей этой конструкции не получится это сделать. Здесь не как у Rastler, того же, у него более открыто. Здесь как-то все закрыто, плюс провода здесь идут. Короче, не получится сюда вкорячить нормальный радиатор с вентилятором. Защиту заднюю я бы какую-то добавил. Может, продается сюда на Arma еще защита, защищающая наш мотор, как у Traxxas есть в RPM. Но я бы добавил на самом деле, потому что тачка заднеприводная. И при башинге ее, естественно, тянет задом вниз. Потому что зад у нас тяжелее перед очень легкий. Очень легкий у автомобиля. Аккум не спасает. Он стоит где-то в центре шасси. Плюс-минус. Вот. Поэтому сюда бы защиту прикупил. Ну и, собственно, все. Друзья мои, так что, в принципе, если вам не важно, что это задний привод, да? Но я рекомендую сразу покупать полноприводную тачку, чтобы не мучиться. Вы реально будете мучиться. Это зимняя эксплуатация в минусе раз. Это летняя эксплуатация в минусе два. То есть, вы это почувствуете. Если вас не смущает задний привод, есть 250 баксов, ну, плюс доставочка, то, в принципе, можно рассмотреть как вариант. Все-таки, ну, что-то не сломалось. Что-то я не успел сломать в этом автомобиле. Но это будет лучше, чем какой-то Китай заднеприводный, да? Хоть они будут дешевле. Но ставьте нормальную резину назад. То есть, вот с этой резиной повалило вообще просто одно удовольствие ездить, реально. И нет такого ощущения, что тачка прямо вот заднеприводная, и меня она бесит. Мне реально понравилось, как она поехала на данных лопатах. По песку, по пустыне, если будете где-то с арабами гонять, то прямо вот с этими приезжайте и рвите. Нет, вы их не порвете, у них тачки вообще там мощные. Ну, ждем. Всем спасибо. Так что подписываемся, ждем новые тест-драйвы. Пока.